Региональные новости. О том, как чувствует себя воронежский малый и средний бизнес, мы неоднократно рассказывали в наших сюжетах. На днях тревогу забили владельцы киосков на рынке Южный. А еще об одном неприятном сюрпризе, который недавно власть приготовила предпринимателям, расскажут наши корреспонденты. В Воронеже к приватизации готовится несколько маленьких рынков, в том числе и рынок Машмета Южный. Согласно решению Думы, рынок, расположенный на улице Счебышева, 9, планируется преобразовать из МУПа в ООО. Из 360 павильонов одежды, продуктов, стройматериалов, хостоваров под снос идут 180. Минувшую субботу прошла встреча предпринимателей рынка Южный с депутатом городской Думы Андреем Померанцевым. Около часа проходил диалог между лицами, в ходе которого выяснилось. Администрация города плохо проинформировала предпринимателей, а в Государственную Думу поступила дезинформация о доходах рынка. С вами администрация рынка или администрация города вообще общалась, собиралась? Нет, даже собрали, не собрали ничего. Все послушали. То есть вам ничего не объявляли? Нет, вообще ничего не объявляли. Единственное, что вам прислали вот так бумажки. И то нам ее не раздавали. По словам депутата Андрея Померанцева, администрация использует инфраструктуру рынка для рейдерского захвата. Она не согласовывает свои действия с бизнесменами. О дальнейшей перспективе аренды неизвестно никому, даже самим предпринимателям. Сейчас здесь работает, мы считали, по-моему, 4 дня. С этого рынка работает, кормится 218 семей. Я прошел, у меня даже есть список, только это никогда не покажешь по телевидению. Из 218 семей 16 семей ипотека. У одной семьи 4 ребенка. Если закроют рынок, как вы говорите ОМОН, а придет 24-23 число, люди уже не заплатят ипотека. Ипотеку не смогут заплатить. Прокуратура, это все долго, суды, это года идут. Что сделает семья? Придет не ОМОН, а придут приставы и выгонят молодую семью с детьми на улицу, заберут квартиру. А как же наши 5 или сколько весенних указаний Путина? Вот мне хочется спросить, администрация, рынок не дает налоги, некрасиво. А в смысле в чем? Если он некрасивый, были в 15-м году выделены деньги, сколько-то там десятков миллионов. Пусть берут тогда бывшего директора рынка, пусть он отчитывается, как-то вот так. А как же людям давали киоски? Я предприниматель, я кавалер Ордена Мужества, у меня краповый берет есть, позывной Беркут. Я взял киоск, я занял деньги, я купил оборудование 3 месяца назад. Но мне никто не сказал, что через 3 месяца рынок сменят, это уберут. И как мне быть? Мой, конечно, магазин тоже попадает под этот снос. Конечно, уходить я не собираюсь. Мне много лет начинать жизнь по-новому. Я даже не знаю, как ее начинать, где, почему, зачем, это все. Какой-то сон, какой-то такой глупый сон. На протяжении нескольких месяцев предприниматели пишут письма в прокуратуру, администрацию, городскую думу, но до сих пор их никто не собирал для обсуждения сложившейся ситуации. На данной встрече частники собрали подписи и передали все необходимые бумаги депутату городской думы Андрею Померанцеву. В свою очередь он пообещал следующее. Со своей стороны депутаты будем разбираться на Малом Совете, как и что здесь происходит. Ну а кроме того, вот принято решение выходить на акцию протеста, чтобы привлечь внимание правоохранительной системы. Я надеюсь, что и мы, депутатский корпус, и сами люди своими протестными действиями заставят считаться собой и заставят власть сесть за стол переговоров и сделать какую-то дорожную карту, которая бы позволила безболезненно, бесконфликтно, в каких-то обоюдных интересах провести это все дело. Митинг предпринимателей состоится 21 числа в 13.00 на Никитинской площади. Анна Закунск, Кирилл Нестеров, Сергей Артемов, 41 канал.